В Кыргызстане на утро 1 мая зарегистрировано 10 новых случаев заражения коронавирусом. Из них это три медики. Об этом сегодня на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова. В защиту инфицированных всех медработников Кыргызстана в Джагурку Кенеш рассмотрели законопроект о внесении изменений в закон о статусе медицинского работника в первом чтении. Проект закона инициирован депутатами Джагурку Кенеша Гульсат Аслабаевой, Натальей Никитенко и Альфеей Самигулиной. По словам Нардепа Альфеи Самигулиной, законопроектом устанавливается нормативное регулирование прав медработников государственных и муниципальных организаций здравоохранения в период введения режима чрезвычайной ситуации. Согласно поправкам, устанавливается гарантия государственного страхования жизни и здоровья медицинского работника государственных и муниципальных организаций здравоохранения. Также вводит и дополнительная статья в закон о статусе медицинского работника. Пользователя Facebook Чнарбека Шабдан Улу задержали и доставили на допрос в УВД Талаская область из-за публикаций в соцсетях. Об этом он сообщил сам. По его словам, сегодня, 1 мая, утром ему позвонили и попросили приехать в УВД. Однако мужчина отказался и через некоторое время сотрудники правоохранительных органов приехали к нему домой. Отметим, что на своей странице Алиш Абдан критиковал действия властей, а также делился публикациями и карикатурами других пользователей. Уточняйте, что сегодня жители Таласа забрали на допрос сотрудники милиции. Они вручили ему поручение ГКНБ, в котором указано, какие публикации его привлекают. В соцсети было опубликовано видео задержание. Послабление режима чрезвычайной ситуации послужило тому, что на въезде в Бишкек образовались огромные очереди, несмотря на снятие блокпостов. По словам очевидцев, с самого раннего утра заехать в столицу невозможно. Машины стоят плотными рядами, для проезда приходится ждать больше часа. А на Орском базаре и вовсе люди свободно передвигаются и делают покупки, стоят в очереди и без соблюдения каких-либо норм. Напомним, что с сегодняшнего дня в Бишкеке начали работать отдельные компании. В комендатуре ожидают, что на работу выйдут около 120 человек. Внутри столицы убрали 8 блокпостов, еще 3 перенесены. В социальных сетях раскритиковали правительство Кыргызстана за плагиат. Так, на сайте kabinogov.kg было опубликовано распоряжение о введении режима чрезвычайного положения. Документ разместили на официальном сайте, забыв заменить слова «Республика Казахстан» на «Кыргызская республика». Стоит отметить, что ошибку в правительстве допустили по поводу режима чрезвычайного положения в Кыргызстане. Распоряжение датируется 22 марта 2020 года, однако ЧП в Кыргызстане введен только с 25 марта, так как до этого в республике действовал режим чрезвычайной ситуации. Фотографию с ошибкой опубликовал в микроблоге твиттер-пользователь Абай Шарик. Однако в правительстве поспешили разъяснить эту ситуацию. Указы сообщили тем, что грамматические и стилистические ошибки в тексте – это ошибки автоматического перевода в телефонном устройстве или компьютере. Такие ошибки могут периодически возникать на электронных устройствах пользователей за того, что на них включена функция языкового перевода, сообщили в Кабмине. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова